Друзья, сегодня я хочу вам показать одну маленькую ловушку за черных, где соперник вначале ошибается и быстро проигрывает. Е4, Е5 и пешка Д4. Это центральный дебют. Пешка бьет на Д4 и ферзь бьет на Д4. Черный конь атакует на ферзя, на С6. Конечно, юным и начинающим шахматистам всегда в начале тренера объясняют, что выходить ферзя в начале игры это нехорошо. И мог поймать, нападать на этого ферзя и в скором временем соперник проиграет. Ферзь уходит на одну клетку назад на Е3. Черный играет конем на Ф6. Конечно, шахматисты всегда должны знать, когда играем, разыгрываем дебют, мы должны знать очень важные правила в начале игры. Нужно занимать центр пешками, выводить легкие фигуры ближе к центру и вовремя рокироваться. Вот, конечно, белые тут совершили ошибку, сыграв пешкой на Е5. Им нужно было просто сыграть конем на Ф3 и быстро-быстро выводить свои легкие фигуры, чтобы король не оставался на долгое время в центре. Ну, к сожалению, белые сыграли Е5 и напали на этого коня. У черных очень хорошие возможности. Конь нападает на ферзя, играя на Ж4. И ферзь остается в центре на Е4. Пешка Д5. Черные играют в нападении. Взятие на проходе и король атакован ферзем. И это, конечно, не волнует черных. Белопольный слон, играя на Е6, закрывает атакующую фигуру. И тут возникает вопрос. Как же дальше белым сыграть? Они решают все-таки взять на С7. И тут почти завершается судьба партии. Потому что, конечно, у черных есть возможность взять пешку ферзем. Но они решают сыграть ферзем на Д1. Приносят ферзя в жертву именно на белой клетке. Король вынужден брать на Д1. И конь Ф2 очень важная и решающая вилка. Король играет на Е1. И черные отыгрывают свою фигуру с хорошей позицией. Друзья, вот здесь уже большой перевес у черных. Потому что у них больше развитые фигуры, чем у белых. И, конечно же, хороший белый слон. Другой слон играет с места хорошо. И практически у черных выигранная позиция. Как белые попали на эту позицию, как они сумели так сыграть, конечно, вы уже все заметили. У них все фигуры стоят на месте на первой линии и не развитые. Друзья, всегда помните, нужно развивать вовремя свои фигуры. И никогда не оставлять вашего короля без присмотра. Поэтому эта позиция, наверное, поможет вам в дальнейших ваших партиях. Всего доброго. Сегодня у нас все. Если вам понравилось это видео, можете поставить и оставлять свои комментарии под видео. Всего доброго. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.